Почитаем следующее письмо. Идёт рассуждение о степени духовного развития, хотя это не степень духовного развития, если мы говорим о побуждениях, это просто степень развития вашей личности, составляющая вашей личности. Итак, степень духовного развития. Продолжение рода 6 баллов, самосохранение 5 баллов. Здесь, ага, значит тут самосохранение надо сначала, первое идёт побуждение, это самосохранение 5 баллов. Продолжение рода 6 баллов, творчество 4 балла. Так, хотя надо опять-таки, тут лидерство 2 балла, свобода 1 балла, справедливость 3 балла. Ну это хорошо, уже человек начинает оценивать свою, как бы сказать, личность. Из чего он состоит? Он начинает понимать, какие движущие силы находятся в его сознании и как они проявляются, кто над чем доминирует. Так, если характер формируется на основе побуждений, да, так она и есть, то на основе чего формируются сами побуждения? Ага, а вот это интересный вопрос. Оказывается, они не формируются ни на основе ничего. Просто, грубо говоря, не то что материя, а вот для того, чтобы побуждать, грубо говоря, самого себя к развитию, а именно творческие силы вселенной к развитию, у них имеется побуждение. То есть побуждения идут уже от Бога. Это его качества, которые даны нам. Интересный, хороший вопрос, формируются сами побуждения. Это уже, знаете, вот то, что нами движет. То, что нам дано, вот будем говорить, от божественного уровня. От божественного уровня Господь Бог хочет проявиться в своем творчестве и так далее, и так далее, и так далее. И вот это вот как раз и есть вещи, идущие от него. Мне кажется, все это идет из семи. Не, 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 не. Это уже в зависимости от семьи идет, знаете, как бы сказать, ребенок просто видит, на чем взрослые люди, его родители, так сказать, выделили. То есть это уже идет шкала ценностей, что им надо то-то, грубо говоря, запастись картошкой на зиму, там, купоркой и так далее, чтобы они там это... Ну, это из семи идет просто вот, как бы сказать, шкала ценностей. Какие родители, какое поведение у них, чтобы поощрять или одобрять детям и так далее, таки будут формироваться и побуждения у людей. Нет, побуждения они как были, но, как бы сказать, будет заостряться, заостряться, как бы сказать, по шкале ценностей важность того или иного. Потому что, вот, допустим, я себя знаю, мне мама говорила, сынок, ты там учись, потому что если ты не выучишься, ты будешь кирковать, то есть работать физически, выучишься, ты будешь лежать на диване, в пиджаке, есть борщ. Вот такие вот ее были рассуждения. То есть, выучившись, ты, значит, будешь, значит, как бы сказать, вот в комфортной среде обитать. Это вот ее. А ее, как бы сказать, вот эти мотивы всего этого были ясны, потому что она родилась в 31 году. И уже ребенком в 41-м, когда ей было 10 лет, была война, был голод, были вот эти ужасы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому для нее очень было важно это, значит, получить образование, так сказать, выбиться из этой среды колхозной, в которой там она была. Тогда колхозники не имели никаких ни паспортов, ни документов, они вот там вот трудились. И такое вот было. Естественно, они уже своим детям говорили. Так, мои черты характера. Первое, продолжение рода, забота. Еще с детства мне нравилось заботиться о животных. Хотела стать ветеринаром, но родители не разрешили. Сейчас это отражается в заботе о здоровье в своем, в своих детей. Пройдя некоторый неудачный опыт лечения традиционной медицины. Знаете, опять-таки, вот задумка, задумка, вот первоначальная задумка медицинская, очень хорошая. Но вот со временем это превращается в какую-то свою противоположность. Вот эти все, допустим, какие-то лекарства и так далее, и так далее, и так далее, которые должны за человека решить его проблемы, приводят к обратным последствиям. Я немножечко там коснусь, допустим, лекарств для лечения грибков, бактерий и прочего, которые возникают. Было замечено, исследовано, что иммунитет вырабатывают для подавления агрессии микробов грибков, ну, такие-то, такие-то, значит, вещества. И эти вещества, значит, ага, поняли, что это за вещества, значит, как-то там их синтезировали искусственно, или там еще там сделали и так далее. И как только человек начинает заболевать, там, простуда гриппа и так далее, он так как, там, интерфероны разные и прочее, 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 прочее. И как, вроде бы, оно должно помогать. Но тут, оказывается, вот такой существует, знаете, биологический закон, который никак не обойти. А именно, если что-то вносится, не вырабатывается внутри, а вносится снаружи в организм, то организм настолько же начинает сокращать выработку своих этих самых интерферонов естественных и так далее. И получается, что раз, другой, третий, и в результате иммунитет сломали. Что касается, вот, допустим, спорта, анаболиков, я с этим делом хорошо знаком. Первый прием, там, буквально-таки, три раза в день, там, по одной таблеточке, значит, сразу дает невиданный, там, прирост результата, там, силы и массы тела. Вот. Ну, вы курсы прошли, потом, значит, естественно, у вас отдых. Ага, следующий курс, следующий курс слабее результат, поэтому дозировка выше. Следующий курс опять слабее результат, поэтому дозировка там выше. И в конце концов, они особо перестают так, знаете, действовать. Либо какие-то дозировки нужны огромные. И в то же время, а собственная выработка вот этих всех гормонов, собственная выработка вот этих всех интерферонов, вот этих, значит, иммунных телец, она пропадает. То есть, неправильное вот это вот понимание или нарочное, знаете, вот это вот, игнорирование вот этого вот закона приводит к таким вещам, что медицина вроде вот такая вот сякая, а количество больных не уменьшается. Более того, болезни молодеют из-за того, что вот это вот пошло там съесть-то эту таблеточку, съесть то-сё, пятое-десятое. Я бы, конечно, вам ещё один случай рассказал на, допустим, вот, человек переедает. И чувство вот этого пересыщения ему говорит, что всё, хватит, не надо есть. Что ему говорят? Да вот, прими там, значит, эту саму, как там она называется, который способствует размягчению этой пищи и, как бы сказать, вот эту тяжесть желудка там, что там, мезин, да, называется. И что это всё у вас проскочит? Ну, смотрите, вот вы, будем говорить, организм вас предупреждает на этом уровне, что хватит, всё, некуда, мне это не надо. Но вы всё-таки толкаете и с помощью вот этого ухитряетесь протолкнуть внутрь. И вроде бы, вроде бы хорошо, вроде бы хорошо, да, тяжести нет в желудке. Но дальше идёт перегруз органов, переваривание тонкого кишечника, печени, кровообращение, сердце должно гонять, гонять эту массу-то, надо куда-то девать, да? И, наконец-таки, перегруз органов выделения. Вы снили столько, что вам надо выделить больше. И так, первое звено, вроде бы, как бы сказать, вы прошли, но зато на остальных звеньях пагубность вот этой вот установки, что там вот съешь вот это вот и жри, сказывается. Вот тебе и медицина современная. Так, побуждение сохранения здоровья ещё более укрепилось во мне. Но это не побуждение сохранения здоровья. Побуждение... Ну, пускай сохранение здоровья так просто, я так понимаю, выразилось. Побуждение к самосохранению, к здоровой и комфортной жизни. Это естественно. Так. Благодаря этому я нашла вас, то есть меня, изучая естественные методы оздоровления, и сильно укрепилась в этом направлении. Значит, смотрите. Я на своём канале уже практически выложил, и неоднократно повторил, всё, что касается ведения здорового образа жизни в полном объёме. Ничего, так сказать, не утаил. Книги, аудиокниги, примеры и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот этим надо пользоваться. Но люди, они думают, что вот что-то новенькое появилось, и она что-то там сделает. Или вот это новенькое что-то там появилось, сделает. Нет. Основные, как бы сказать, звенья работы над своим собственным здоровьем были известны давным-давно. А всё остальное, как говорится, от лукавого. Поэтому включайте свои собственные мозги, рассуждайте и делайте. Так. Второе. Творчество. С самого детства надо сделать что-то своими руками, вязать, шить, а также спорт. Ну, хорошо. Я люблю это дело, нравится лечить, проводить самоздоровление и видеть, пусть маленькие, но успешные результаты. Вот я согласен с тем, что проводить самоздоровление и успешные результаты. Но вот когда человека начинают лечить, вот как раз я до этого говорил, мужчине 77 лет, вот он заболел тем 7, паркинсон и так далее. Кто-то за него пишет. А вообще много очень примеров, что вот спрашивают там за какую-то женщину, за ещё, а где они, а что они сами не спросят? Что они через кого-то спрашивают. То есть, когда мы начинаем лечить какого-то человека, я понимаю, что важно ему помочь на начальном этапе, чтобы он выбрал из этой ямы, ямы боли и там страдали. Но дальше его надо не лечить, чтобы он дальше в эту яму опять не влез своими собственными привычками и так далее. То есть, вот как раз за счёт вот этих вот побуждений и черт характера, которые человек о них не знает, не подозревает и влазит опять. Я хочу пиво выпить, не бутылочку, а четверть, хочу съесть рыбки и так далее. Надо не лечить, а учить. Это для меня очень удивительно. Ага, самообразование. Ну, самообразование. Хотим мы того или нет, мы должны постоянно самообразовываться. И жизнь нас заставляет это делать. Сама жизнь. Мне интересно, но не всегда хватает силы воли, какого-то хорошего упрямства. Могу остановиться и бросить на полпути. Ну, бывает, знаете, в самообразовании следующее. Вот если бы вы самообразовывались, грубо говоря, ваша зарплата была там 100 тысяч. Ага, что-то подняли, она стала 200 тысяч. Что-то ещё познали, она там 500 тысяч, что-то ещё узнали, она у вас миллион там стала. Вот тогда вы самообразованием бы занимались. А так вы не видите перспектив, поэтому и всё бросается. Как только видны перспективы, то человек продолжает этим делом заниматься. Так, третье. Самосохранение. Черты характера. Ну, всё перепуталось. Постарайтесь в следующий раз идти по побуждениям. Самосохранение – это первое. И на основе самосохранения какие у вас там возникают черты характера. А то тут она третья. Не очень мне всегда было важно создание условий комфортных в доме. Только с появлением семьи это приходилось делать. Уборка, уют в доме, следить за питанием. Как бы сказать. Самосохранение, побуждение к самосохранению и черты характера на его основе – это стремление к комфортной жизни. Стремление находиться, будем говорить, обеспеченным. Стремление быть обезопасенным. Вот это всё. Уверенным и так далее. В своём завтрашнем дне. В работе и так далее. Четвёртое. Справедливость. Мне важно сохранение справедливости в отношении взгляда на семейную жизнь между мужем и женой. В отношении с родителем, в отношении детей друг с другом. В какие-то другие направления общества и государства, можно сказать, не сильно вникаю. Вы знаете, это нормально. Нормально выражено, тем более у женщины. Но вот в отношении, что такое общество и государство, не сильно вникаю. А вот здесь-то надо менять свою точку зрения. Мы-то не вникаем, что там они делают. Но когда они там навертят, что начинаются какие-то массовые явления, и уже хочешь ты, не хочешь, тебя берут за шкирку и направляют соответствующее направление, в которых ты не хотел бы быть. Вот тут уже поздновато. Тут уже надо будет действовать очень резко. Ситуация между жизнью и смертью. Поэтому вникать-то надо. Надо заниматься законотворчеством. Надо, короче. Понимаете, жизнь заставляет. Вот жизнь заставляет. Потому что мы сейчас имеем вот такое общество, в котором нас рассматривают, как какие-то игроки играют. Играют кем? Нашими жизнями, нашими судьбами. А так не должно быть. Мы избираем свои, будем говорить, правительства для того, чтобы они обеспечивали нам нормальную, стабильную, хорошую жизнь. Делайте выводы. Дальше я не буду. Распространяется. Пятое. Быть лидером. Не стремлюсь быть лидером. Наоборот, заниженная самооценка. Еще с детства нам с сестрой с детства говорили, что, к примеру, какие-то люди, специалисты, врачи и так далее, они уже давно этим занимаются и успешны. А жизнь показывает. А вот жизнь показывает, что это никак. Что оказывается кругом столько, знаете, прохвостов во всех сферах общества, что надо контролировать все. А особенно здоровье. Успешны. Ну, успешны в смысле, в смысле, знаете, ой, даже как-то не хочу говорить. А мне надо выбирать, к примеру, профессию более практичную. Ну и выбирайте профессию более практичную. И примерно такой ходит мысль, был почти всегда. Ты не сможешь, не получится, нет денег и так далее. Это очень плохо, когда человеку вношаются такие мысли, общество его принижает. Я через все это прошел опять-таки. Я когда что-то там, знаете, вот получил первые такие заметные результаты в самооздоровлении и пошел в газету. Нет, пошел сначала в общество знания. Говорит, я могу лекции там почитать, рассказать, как это. Да ты че, ты тут, можно сказать. Кто ты такой? Что ты? Что это у тебя за образование? Что, че? Когда я... Короче, они меня заплевали. Вот первый этап заплеванный. Но тем не менее я не сдался. Написал брошюрочку, то есть книжечку. Сам начал издавать. Сам начал распространять. Сам начал читать, где люди собирались и хотели это послушать. И дело пошло, 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 пошло. Сейчас же опять, знаете, вот это, так сказать, империя наносит ответный удар. Похватилась после 90-х годов, когда полная неразбериха была. Знаете, вот это вот где-то лет 10 оказалось такой жизни, что мои книги распространились. Они бы и сейчас шли. Ну, никто в этом не заинтересован. Ни одно там издательство, тем более, но там все... Все эти издательства так в основном поумирали. И печатают все, что хотят. Да, и люди к этому уже особо и не стремятся. Так, 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 нет денег и так далее. И, кстати, и получилось, значит, и я смог, и получилось. И даже деньги появились. Вот я дом построил. Хотя мамка говорила, да ты же иди, как мы, вот на производство там будешь работать. Лидишь в квартирку, государство отдаст. Ну, вот так-то. Плаксивая, обидчивая, долго решаясь на какое-то дело. Боюсь начать, боюсь обидеть. Поэтому часто могу просто промолчать. Это что, быть лидером, да? Ну, знаете, ну вот. И примерно такой ход мысли. Так, 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 так. Плаксивая. Но я не хочу, что я был каким-то плаксивым. Обидчивым. Ну, что-то, что-то, что-то такое, как бы сказать, было. Вот, знаете, обида – это такая вещь, которая стимулирует, лично меня стимулирует на то, чтобы показать, что я могу быть лучше хотя бы того же самого обидчика. Быть лучше обидчика. Вот, вот, вот обида меня лично постёгивает вот в таком отношении. Сейчас как-то я к этому делу отношусь совершенно иначе. Я уже рассказывал про обиды. И если что-то говорит мне, какое-то там замечание делает, какое-то это, я отношусь к этому критически, самокритично. Самокритично. А именно, если это правда, я стараюсь измениться внутри, то есть принять эту критику и ответить, стать лучше. А если же она несправедлива, да я на это небольшое даже внимание. Так, долго решаюсь на какие-то дела. Ну и у меня лично такое есть. Боюсь начать. Ну и такое бывает. Боюсь начать. Потому что у меня какие-то уже такие, знаете, не то что амбиции. Я понимаю, что если написать какую-то новую книгу, еще что-то, еще что-то сделать, это требует значительных сил, работы с материалом и так далее, и так далее. То есть то, что я уже прошу, и знаю, что надо опять это повторить, это все-таки такой труд. И думаю, а стоит ли делать или не стоит. Важно внутри себя меняться. Боюсь обидеть. А вот, чтобы не бояться обидеть, постарайтесь человеку ничего такого, как бы сказать, не говорить. Вы же не хотели там обидеть. Что-то боюсь обидеть. Поэтому часто могу промолчать. Ну, помолчите. И главное тогда внутри себя, то, что вы хотели высказать, вот, чтобы она вас не съедала. То есть, чтобы вы самоедством не занимались. Это мне очень мешает по жизни. Понимаю. Хочу исправить свои установки. Установки это несколько иной. Вот тут, знаете, вот почему я говорю о терминологии. Что это дух, это душа, это тело, допустим. Ага, это ум там. Это еще там что-то такое. А когда начинаются вот эти, да, это мысли там, установки. Что такое установки? То, все, пятое, десятое. А вот это вот, когда намешается огромное количество каких-то терминов. Может, человек и понимает, что у него там установки какие-то. Все это только затрудняет. Постарайтесь четко для себя уяснить, чем вы работаете. Что это такое? Как это называется? А то установки и еще что-то, которые мне мешают в любом деле. В любом деле, в любом деле, надо подготовиться интеллектуально. То есть накопить нужный багаж знаний. Выбрать время подходящее. И действовать поэтапно. Так, ко всему еще и вспыльчиво. Ха, вспыльчиво. Долго передумываю сказанные мне слова. А знаете, вот это вот вспыльчивость, вспыльчивость, вспыльчивость. Я вам как-то рассказывал, вот у меня вспыльчивость. Это говорит о том, что собеседник обнаружил у вас изъян в сознании. Который вот это вот вспыхивает на вот это вот. И надо задумываться. Вот с самого начала вы начинаете беседовать с собеседником. Все нормально, все-все-все. А потом чувствуете раздражение, чувствуете вот это вот. Начинаете вспыхивать. И вы вспыхиваете. Вот этот момент. Откуда он начинается? Что он действует? То есть у вас вот на основании вот этого должен быть самоконтроль. Который наблюдает за тем, что вы говорите, как вы говорите. Чтобы не было обидных слов. Чтобы в то же время вы сами себя не коверкнули, что вы хотите этого человека там что-то. А сдерживаете себя. Чтобы у вас этого не было. Чтобы это все было мягко, легко, просто и естественно. И тогда человек вас как-то понимает и принимает. И также у вас внутри хорошо. У вас внутри находится ваш, так сказать, душевный контроль. То есть эмоциональная, так сказать, гармония находится. Значит, насчет вспыльчивости. Поговорили. Замечайте, откуда она идет. И почему вы вспыхиваете. Долго передумываю сказанные мне слова. А вы не старайтесь вот это их долго передумывать и, как бы сказать, крутить внутри себя. Потому что когда долго передумывание, что это такое? Это ваш процессор работает. Раз работает процессор, он, значит, тратит энергетику. Самую хорошую, потому что, будем говорить, мыслительный уровень обслуживается самой, так сказать, мощной энергетикой. Самой, самой, самой. Не надо изнутри выгорать. Подумали так, знаете, все вещи, они довольно-таки, по большому счету, содержат простоту. Да или нет? Да или нет? И все. А когда какие-то варианты черно-белые идут, 50 оттенков серого, там еще какие-то, то это вот как раз вот это вот. То есть, ну, хорошо, что вы мне написали. Это как раз говорит о том, как неправильно работает сознание. Вот это передумывание сказанных слух. Так. Начинаю сильно волноваться. О! Видите, я даже дальше не читал. Начинаю сильно волноваться. То есть, за мыслью подключается волнение, эмоция. Вот это вот дурацкие вот эти вот слова из других языков. Вот просто мысль, волнение. А тут мысль, эмоция. Эмоция. А потом от эмоции произошли эмоции. Я-моец. Кошмар. Вот. То есть, вы запускаете болезнетворный мыслительный процесс, который приводит к тому, что по принципу доминанты, это очень интересно, вы уже ни о чем больше думать не можете, кроме об этом, начинает накручивать на себя энергию и выжигать вас изнутри. То есть, вот она начинает волноваться. Это же волнение сбрасывается через уже структуры головного мозга на гормональную систему, на нервную систему. И пошли, пошли у вас, то есть, как бы сказать, путь к психосоматическим заболеваниям, он у вас открыт. И пошло, пошло. Так, когда высказываю свое мнение? Или прошло не называть? Ну, не называть, так не называть. Поэтому, да. А тут, видите, начинаю сильно волноваться, когда высказываю свое мнение. Ну, высказали свое мнение и высказали свое мнение. Вы так говорите, без обиды. У меня мнение такое-то, такое. Это мое мнение. Вот как я, я же вот рассказал очень много сейчас. И я высказал свое мнение. У вас оно может быть свое мнение. И вот свое мнение, сравните с моим мнением. Возможно, вы найдете какие-то точки соприкосновения. Возможно, что-то вам прояснится в связи с моим там рассказом. Что-то вы можете применить к себе. И в итоге, главное, что вы, занимаясь в школе духовного и физического совершенства, почувствовали, что у вас идут улучшения. Улучшения в сознании. Это спокойствие, рассудительность, какая-то уверенность. Знаете, внутреннее такое-то чувство, что у вас какой-то стержень появляется. Улучшился со здоровьем, сон улучшился. Вы как-то можете взаимодействовать с окружающими людьми более продуктивно. Вот это как раз, будем говорить, и есть результаты работы, учебы в школе духовного и физического совершенства. Ну, а дальше мы поговорим, конечно, и о духовных феноменах, если вы захотите ими заниматься. А, по крайней мере, самопознание собственной личности – это основное, что вот в нашей обстановке является наиболее приемлемым. Для того, чтобы не выпасть из социума со своей духовностью. Продолжение следует...